Традиционно в истории политической философии некоторые столетия называли в зависимости от особенности языка описание политики в ту или иную эпоху. Если 19 век по выражению знаменитого немецкого юриста Карла Шмидта можно назвать веком господства экономического, когда практически большинство абсолютное авторов пыталось интерпретировать политику в экономических категориях, то 20 век несомненно стал веком политического в зависимости от того, как оценивать структуру описания политики в то время. Сам Карл Шмидт несомненно сыграл в этом ключевую роль, главным образом по причине критики таких более классических моделей описания политики, но при всем этом, конечно, Шмидт призывал не радикально порвать с какой-то истории, а наоборот вернулся в более, еще более ранние эпохи, в частности к некоторым средневековым моделям понимания политики как некоторой объективной вражды. Сам Карл Шмидт в этом плане изложил свое учение в достаточно известной своей работе, которая выходила в нескольких изданиях. Самое известное издание вышло в 1932 году. Это работа понятия политического. И здесь сразу можно заметить некоторое такое странное название, то есть субстантивированное прилагательное, то есть не политика, а именно политическое. То есть это так звучит и в оригинале, да, с политиша по-немецки. И, конечно, Шмидт понимал под политическим несколько иное, чем просто политик. Он понимал это как некоторую область, которая в той или иной степени предшествует не только политике, но и теоретически способна подчинить все другие области. Итак, что же такое политическое по Шмидту? Это публичная форма взаимодействия различных групп, подразумевающееся разделение по принципу друг-враг. При этом враг, с точки зрения Шмидта, это не конкурент в экономической категории. Это не тот, кто тебе не нравится. Это не личный враг. То есть у тебя могут быть люди, которые тебе не нравятся, но при этом это не политические враги по Шмидту. По Шмидту политические враги это группы, само существование которых угрожает другому существованию. То есть это иной. Тот, кто теоретически способен подчинить тебя своей воле, стерев тем самым твою собственную идентичность. То есть сам Шмидт предлагал в первую очередь понимать политическое как противостояние политических единств. И главным образом, конечно, на международной арене. То есть это противостояние различных народов друг с другом. Но народ, конечно, он понимал в политическом плане. То есть это как граждане того или иного государства. Исходя из этой концепции, конечно, может задаться вопросом, а как же внутренняя политика? Неужели в ней нет ничего политического по Шмидту? С одной стороны, конечно, нет. Потому что Шмидт был противником парламентаризма, который он рассматривал с точки зрения либеральной концепции болтовни, которая ни на что на деле не способна. Но Шмидт подчеркивает, что политическое возможно и внутри государства, и главным образом которого является гражданская война, как такое самое яркое воплощение политического. При этом, конечно, Шмидт не являлся сторонником постоянных таких конфликтов, как его можно сказать. Он, наоборот, предупреждал, что политическое необходимость сдерживать, в том числе ради самосохранения различных народов как внутри государства, так и за его пределами. Если говорить о определенных истоках его собственной мысли, то, конечно, здесь можно вспомнить Томаса Гоббса. У самого Шмидта есть даже еще отдельная книга «Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса», которую он написал в конце 30-х годов. И Шмидта в той или иной степени можно назвать гепсианцем. То есть такие понятия, как естественное состояние, как война всех против всех, это, конечно, серьезным образом Шмидтом было модернизировано. Хотя многие, например, критики его учения, в частности Лео Штраус, достаточно известный историк политической философии, он, наоборот, говорил о том, что Шмидт в той или иной степени противоречит Гоббсу, потому что для Гоббса, во-первых, война всех против всех была чем-то негативным, но в то же самое время для Гоббса вражда была именно индивидуальной, в то время как у Шмидта речь идет все-таки о межгрупповой вражде. Помимо данных аспектов Шмидт также прославился как автор достаточно ярких определений, характеризующих его политическую философию. Например, это идея суверенитета, которую, конечно, придумал не он сам, но тем не менее он создал, например, такое определение. Суверен – это тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении. То есть чрезвычайное положение, по мысли Шмидта, не является отменой права. Это приостановка работы самого права, которое прописано вот тут и него, ради предотвращения какой-то внешней угрозы. Например, в своей достаточно известной книге «Диктатура» он делал аспект на том, что в свое время в Древнем Риме вполне себе спокойно назначались диктаторы, когда шла речь о каком-то вот страшном внешнем противостоянии, например, во время войны Рима с Карфагеном. В то же самое время учение Шмидта довольно часто характеризуют таким термином, как «децизионизм». Это от латинского слова «decision» – решение. То есть идея того, что в основе любых законов, любых норм лежит именно политическое решение суверенной власти, что как бы законы ценные не сами по себе. То есть это не общество существует для самих законов, а законы существуют для общества. И законы работают по принципу легальности и легитимности. Законы могут быть легальными, но при этом они могут быть и нелегитимными. То есть при этом они могут быть легитимными, и некоторые нормы могут нарушаться, то есть нарушаться сама легальность. В этом же самом контексте Шмидт также активным образом использует понятие учредительной власти, то есть он заимствует этот термин у Аббата Сиеса, достаточно известного мыслителя. Учредительная власть, как некоторая власть, которая не ориентируется на существующие законы, но создает новые, то есть опять же здесь Шмидт делает отсылку к Гоббсу, как вот такая вот суверенная власть, которая сама создает законы, и при этом какая-либо новая, к примеру, политическая власть, которая может ее захватить, может просто учредить новой. То есть это не значит, что законы рассматриваются как что-то естественное, что-то вечное. Нет, законы вполне себе могут быть пересмотрены в зависимости от политической воли. В то же самое время, наверное, одной из самых известных других идей Шмидта стала идея политической теологии. Именно теологии, я подчеркиваю. У нее есть даже одноименная работа, которая так и называется «Политическая теология». У которой достаточно интересная история написания. Дело в чем. Известный анархистский теоретик, кстати, наш с вами соотечественник Михаил Бакунин, написал в свое время работу «Политическая теология Джузеппе Мадзини». Это известный итальянский революционер, националист итальянский. И там он подверг критике Мадзини за то, что он является революционером, сторонником около социалистических идей, но в то же самое время оперирует к христианству. Шмидт уже этот термин понравился, он в том числе его использовал. В каком плане? Что «Политическая теология» является некоторой формой социологии юридических понятий. То есть Шмидт считал, что все современные понятия учения о государстве являются некоторыми переосмысленными версиями понятий классической теологии. Что там, например, понятие суверенитета в том числе явилось понятие всемогущего бога. Что там, например, какие-то учения о чрезвычайном положении тоже пришло, в том числе и с теологией. То есть в этом плане Шмидт предполагал, что даже, собственно, сам подход к антропологии, считаем ли мы человека изначально добрым или изначально злым, тоже он рассматривал, исходя из христианской теологии. То есть, например, он интерпретировал так, что с точки зрения христианства человек является по природе злым, потому что рай возможен только на небесах. То есть концепция первородного греха как интуитивно человека злого. То есть в том или иной степени Шмидт считал, что от христианских истоков, даже если сами вы не являетесь каким-то христианским мыслителем, вы не можете от них избавиться, и все равно вынуждены на них ориентироваться. При этом, конечно, стоит сказать, что многие исследователи интерпретируют в этом плане политическую теологию Карла Шмидта как даже некое совершенно иное тип политического знания, которое не является политической философией. В том числе, например, такой известный исследователь как Хайнерих Майер так и рассматривал Шмидта. Но, конечно, все-таки другие исследователи с этим спорят, говорят, что политическая теология все равно является формой политической философии, просто определенным специфическим вариантом. Говоря же о наследии Карла Шмидта, конечно, нельзя не упомянуть, что Шмидт в определенный этап серьезным образом испортил себе репутацию, и главным образом за счет сотрудничества с нацистской партией в начале 30-х годов, которая, правда, долго не продолжалась. Тем не менее, после войны долгое время его учение считалось чем-то запретным, на которое было не принято ссылаться. Но в той или иной степени, спустя несколько десятилетий, удивительным образом к имени Шмидта начали оперировать даже сторонники левых политических взглядов. Именно левых, я подчеркиваю. В частности, известная современная мыслительница Шанталь Муф стала одним из главных сторонников идеи левого шмидтианства. То есть идея, как она называет, агонистическая демократия. То есть когда демократия рассматривается как противостояние признанных противников, которое при этом не считается конкуренцией. То есть противники друг друга признают, и при этом они противостоят в рамках общей демократической системы. То есть Шмидт в этом плане удивительным образом становится сторонником сильного гражданского общества. Помимо данного аспекта имя Шмидта довольно часто фигурирует в разговорах о многополярном политическом порядке. В последние годы о многополярном мире говорят очень многие даже известные мировые лидеры в рамках международной повестки. В этом плане, конечно, Шмидт несомненно считал со сторонником многополярности в том плане, чтобы в мире существовали различные центры силы, которые в той или иной степени друг с другом начинали сталкиваться, договариваться и так далее. Вместо того, чтобы существовал какой-то единый гегемон. В этом плане, в контексте какой-то даже актуальной международной обстановки, Карл Шмидт, конечно, остается в высшей степени актуальным политическим мыслителем. Если мы даже говорим, например, про российский интеллектуальный контекст, Карл Шмидт активно переводят, на него активно ссылаются и весьма вероятно, что в дальнейшем он будет еще не раз упомянут в контексте дальнейшего развития политической философии, в том числе и в нашей с вами стране. Продолжение следует...